Многие боятся терминала линукса и требуют гуи, а зря, по мне он прекрасен. Здравствуйте, я Антон Павленко и сегодня я расскажу основные команды терминала линукс. Приятного просмотра! Я все еще считаю, что линукс это просто. Свои возражения и восхищения пишите в комментарии. А для более наглядного представления мы рассмотрим команды на примере истории человека, который проснулся после бурной ночи. В этом видео мы пройдем его путь от пробуждения до интересной встречи, так что присаживайтесь поудобнее. Представьте, у нашего героя вчера была очень бурная ночь. Он с трудом просыпается и что первое он спросит или попытается узнать, кто я, где я. Вот и подключившись на сервер или войдя в терминал линукса, стоило бы узнать. Перенесемся в терминал. Войти в терминал можно, найдя его в меню приложений или сочетанием клавиш Ctrl-Shift-T. Итак, как терминал поможет нашему герою узнать, кто он? Просто переведите фразу «кто я» на английский. Who am I? И она покажет ваше имя пользователя. Где я? Понятие размытое. Например, узнать в каком вы каталоге можно командой pwd. Или вывести значение переменной pwd. А чтобы узнать имя сервера, есть команда hostname. А может нашему герою нужен IP-адрес? Тогда команда IPA. Тут вы можете увидеть сетевую информацию. Вот мой IP. Надеюсь, вы не будете искать меня по IP. Хотя я нахожусь в локальной сети. Следующее, что хотелось бы ему узнать, это дату и время. Давайте выведем ее на экран. Чтобы узнать текущую дату, знайте, какая есть команда. Вы не поверите. Date. По умолчанию она выводит вот такую вереницу информации. Думаю, тут все понятно. Но если не нравится формат, можно задать свой. Например, спросить, какой там день недели у нас? Какие-то непонятные две буквы. Выведем полное название недели. Или нашему герою больше нравится вот такой вот формат даты и времени. Хотя вот так будет короче. Думаю, и так понятно, что означает каждый из символов. А если непонятно, я в своем телеграм-канале описал форматы даты более подробней. А также я создал группу ВКонтакте. Там тоже есть эта информация. Ссылки в описании. Дату мы узнали. Теперь нашему герою нужно встать и пойти. У нас есть два типа пути. Первый относительный, который пишется от текущего каталога. А второй абсолютный, который пишется от корневого каталога. Сейчас все покажу наглядно. Чтобы переместиться в другой каталог, есть команда CD. Команда говорит CD, а надо идти. Шучу, это сокращение от Change Directory, что по-русски изменить директорию. Чтобы перейти в каталог, можно ввести полный путь, либо относительный путь. Относительный путь может быть от текущего каталога, а может от каталога выше. Если нам надо перейти в каталог, расположенный в текущем каталоге, пишем CD.название директории. Каталог выше обозначается двумя точками. Если, к примеру, написать CD.название директории, мы перейдем в каталог, который находится в каталоге выше. Есть еще один тип относительного пути, это относительно своего домашнего каталога. В него команда CD переходит по умолчанию, либо можно написать CD.тильда. Кстати, пути до домашнего каталога можно посмотреть в переменной call. Я надеюсь, все понятно, а давайте проверим. Вот команда. Напишите в комментарии, где мы в итоге окажемся. Кто первый ответит правильно, того комментарий я опубликую в следующем видео. И давайте самый залайкенный комментарий. Команда будет в описании. Просьба не вводить этот терминал, а ответ вывести аналитически. А вдруг наш герой не хочет ходить по протоптанным дорожкам? Что делать? Создать свои. Чтобы создать каталог, существует команда mkdir. Название или путь к каталогу. Вот беда, по этому пути нет промежуточных каталогов. Что делать? Для этого есть ключик минус P. Он дает команде право создать промежуточные каталоги. Правда удобно? А теперь мы можем туда перейти. Шел-шел и решил остановиться, да посмотреть по сторонам. Чтобы узнать, что находится в текущем каталоге, есть команда ls. По умолчанию она выводит название файла в текущем каталоге. Если добавить ключик минус L, будет показана более подробная информация о файлах. А если добавить ключик минус A, то покажет скрытые файлы. Видите, как просто? Как я говорил в прошлом видео, название скрытых файлов начинается на точку. Если интересно, ссылка будет в описании и в подсказке. Что-то я вас гоню с этого видео. Досмотрите его лучше до конца, а потом переходите по всяким ссылкам. Хорошо? Давайте дальше. Идет наш герой по улице и видит красивую девушку. Он может ее осмотреть полностью. Может сверху, может снизу. А может заострить внимание на определенные части тела. Для того, чтобы вывести на экран весь файл, воспользуемся командой cut. Как видите, она вывела на экран все содержимое файла. Но это неудобно, когда файл большой. А для порционного просмотра файла в линуксе есть команда less. Тут вы можете вдумчиво разглядывать файл. Если вам нужно вывести верхнюю часть файла, воспользуйтесь командой hair. По умолчанию она выводит первые 10 строк. Чтобы вывести больше или меньше, необходимо обвести дефис и количество необходимых строк. Нижняя часть файла выводится командой tile. По умолчанию она выводит последние 10 строк. Хотите изменить значение, введите ключ, минус и количество строк, например 20. А еще у команды tile есть очень полезный ключик минус F. При его наличии команда не завершается при достижении конца ввода, а ожидает появления новых данных. Это удобно, когда необходимо мониторить изменения файла. А если надо найти строку с определенным набором символов, есть команда grep. Путь до файла. Выведутся строки, в котором есть заданный набор символов. Можно вывести область с найденными строками. Если надо вывести одинаковое количество строк перед и после, то введите ключик минус, например 10. Если разное, к примеру, надо после вывести 5, перед 10 строк. Вводим grep. Минус A 5, минус B 10, искомый набор символов и путь до файла. Правда удобно. Данные опции могут вводиться по разе. Если надо исключить найденные строки из вывода, есть ключик минус V. А чтобы не учитывать регистр букв, есть ключик минус I. Ах, какая девушка, думает наш герой. Надо с ней познакомиться. А как сказать что-нибудь в Linux? Можно вот таким вот образом просто прокричать вслух. Данный возглас нигде не сохранится, просто отобразится в терминале. Если надо записать умные мысли, сохранить файл, напишите вот такую вот конструкцию. Эта конструкция создаст или перезапишет существующий файл. Чтобы добавить в конец файла, введем вот такую вот строчку. Видите, и первое и второе сообщения добавилось. А если нужно создать пустой файл, есть команда touch. У каждого процесса в Linux существует три потока. STD-In, STD-Out и STD-Error. STD-In это поток ввода данных. То, что процесс принимает. STD-Out это поток вывода данных. Ответ. STD-Error это поток вывода ошибок. Если что-то пошло не так. Вот вам пример. Пока наш герой рассматривал девушку, его по плечу хлопнул бомж и попросил сигаретку. Бомж подал данные на STD-In. Если наш герой даст сигаретку или пошлет его куда подальше, то он подаст данные на STD-Out. А если он упадет, искорчится от боли или заплачет, эти данные попадут в STD-Error. Эти потоки можно перенаправлять в файл или другому процессу. Самый яркий пример можно показать с помощью команды cart. Например, если наш герой хочет записать в файл стихотворения, с помощью команды echo мы все символы введем в одну строку. А чтобы вывести красиво, введем вот такую вот конструкцию. Дальше enter и вводим текст. Если надо выйти, введем название перемен. Вуаля! Но удобнее вводить в текстовом редакторе. Хотя, если задумаетесь о баш-скриптах, эта конструкция вам пригодится. Давайте разберемся, что мы тут наводили. С помощью меньше мы передали текст команде cart и ее stdin. После окончания ввода текст должен печататься на экран. Это стандартный поток STD-Out для консольного режима. Но мы наглым образом перехватили его и перенаправили в файл с помощью больше file name. А чтобы перехватить ошибки команды и перенаправить их в файл, напишем 2 больше file name. Как я говорил, вывод команд можно передать другому процессу. Например, давайте std-Out одного экземпляра grep передадим в stdin другого. Это делается с помощью вертикальной черты. Если надо отфильтровать отфильтрованный текст, введите вот такую вот конструкцию. Вот вам еще одна полезная конструкция. Помните, с помощью tile-f мы следили за файлом. Так вот, если нам надо отфильтровать поступающие данные, вам просто надо добавить grep. Теперь нашему влюбленному нужно отправить письмо. Мы можем переместить его по нужному пути или откопировать нужное место. Для копирования файла существует команда cp-путь-дофайла, путь назначения. Если надо скопировать каталог, есть ключик минус-р. Рекурсивное копирование. Для перемещения воспользуемся командой mv, путь до файла или путь до каталога, путь, куда надо переместить. Для каталога ключик минус-р не нужен. Прошло продолжительное время, но ответа от девушки так и не поступило. С психу наш герой решил удалить письмо и все пути, что их связывают. Чтобы удалить файл в линуксе, есть команда rm, имя файла. А чтобы удалить папку, необходимо добавить ключик минус-р. Рекурсивное удаление. После очень долгих раздумий, девушка решила ответить да. Но как же найти любимого? Для поиска файла или папки по имени введите find, путь от которого искать, минус-нейм, название каталога или файла. Список найденных файлов получен. Данная команда очень многогранна и достойна отдельного маленького видео. Но для поиска данной информации вам, думаю, хватит. И вот образовалась семья. А все почему? Потому что они подписаны на мой канал, на группы в социальных сетях, а также помогают каналу финансово. А если вы такой добрый, все ссылки в описании. Увидимся в других видео. Например, вот в этих. До встречи. И лайк не забудьте поставить.